Вот прошу обратить внимание, сам сейчас вспоминаю, что желудочно-кишечный тракт, у него есть функциональность как общая, так отдельно можно рассматривать как шлюза очищения внутренней среды. Он всё время работает, пытается выделять со слизью какие-то шлаки, токсины, накопившиеся метаболиты по каким-то градиентам, там определённые есть свои законы. И есть вот закон Эрота, который как бы говорит, что если какой-то участок кишечника находится органика, ну вот это еда так называемая, которая бродит к неё, то есть слизеобразующая, то там невозможно очищение ворота, открывается в другую сторону. Ну там не ворота, там вообще-то полупроницаемые там мембраны клеток и наслизистые, и вообще определённая такая сложная система обмена. Конечно, она не может так вот просто только в одну сторону работать, там обязательно идёт обмен по градиентам, и благодаря там именно системе полупроницаемых липопротеидов, каких-нибудь белков-трансмиттеров, там какой-то умный механизм. Ну, хорошо. Естественно, когда идут процессы обменения брожения, это создаёт много продуктов вот этого действия. И они, ну там идёт воспаление на слизистые, но это не значит, что она там перестаёт выделять, да. Это хорошо. Но тут и с другой стороны надо посмотреть, что вот функциональность вот этого шлюза очищения, она снижается постепенно, я наблюдаю. Да, теперь буду говорить о том, что я вот эбилокационно изучал, постепенно снижается. И вот как бы получается, что от того, что человек вот просто сделал пищевую паузу, либо сменил мясо на фрукты, у него вот как бы сразу функциональность этого шлюза, она никуда резко не возрастает. Я это у всех клиентов и пациентов, да, и знакомых наблюдаю. И всегда все думают, что сейчас это будет очень расти. Нет, очень постепенно. Потому что эта функциональность, она изменена не прямо напрямую вот этим процессом брожения и гниения, а благодаря его воздействию постоянному, понимаете? От того, что вы убрали сейчас полностью гниение и брожение, это не значит, что ЖКТ вдруг резко на 100% заработал вообще, и в том числе как шлюз очищения. Нет, функциональность его понижена. Он всегда работал по всем своим функциям, но снижена функциональность. Там забито все, там идет по теории гомотоксикологии, дальше смотрите, как там все это, там закислено, там деструкция вырождения, там накопление всяких шлаков, метаболитов, все понятно. Это быстро не исправляется. Там и спазмы, и лимфоузлы, и очень много вот этих факторов, они вот мгновенно никак не исправляются. Постепенно, да, потом еще быстрее и будет. Но поэтому, когда вот человек вот опирается системой эрота, и, например, Михаил Советов, он может понять такое, что вот пока у него нет вот все, он ел-ел мясо, а потом он взял и поголодал там два, даже три дня, ну то есть пищевую паузу сделал, ничего не ел. Вот ел мясо, пил, мало ли вообще не пил, там пиво только, а потом взял и столько же дней, например, да, вот, не знаю, три дня ел мясо с пивом, а потом три дня ничего не ел, а еще иногда и не пил. Ну, там уж уж точно закатать себя. Ну, хорошо, даже пил, но три дня не ел. И в эти три дня, конечно же, у него совершенный кишечник без синдрома дырявой кишки, абсолютно с стопроцентной функциональностью ЖКТ, как шлюзовое очищение внутренней среды, все это выгонялось с себя, и теперь можно опять три дня есть мясо и пить пиво. Ну, получается так, по закону Эрота, по закону Эрота получается вот теперь, ну а по факту, естественно, не получается. Когда я рассказываю о том, что тело и там, да, какие-то органы постепенно впадают в хроническое травмное состояние, изменения деструктивные, да, накопление каких-то шлаков, токсинов, но и, по сути, стабильное измененное состояние, которое быстро не справляется, это касается и желудочно-кишечного тракта, где вообще-то не только слизистая, да, и он связан и с кровообращением, и венозная система, лимфатическая иннервация, и различные ткани, да, и вот функциональность у желудочно-кишечного тракта, у них разные функции, в том числе есть вот функция выделения, да, и вот эта функциональность, она просто вот от того, что как бы голод, ну то, что называют голодным, это пищевая пауза, эта функциональность, она резко не меняется, да, у организма появляется возможность взяться за себя, как говорит, там вот рассказывает и Михаил, совета, все верно, и мы даже можем подстегнуть это через там какую-то фитотерапию, и захлебнемся, в том числе потому, что у нас шлюзы очищения, это не только желудочно-кишечный тракт, они с низкой функциональностью, и просто от того, что перестали идти процессы гниения и поражения по ходу желудочно-кишечного тракта, как бы нет этого активного воспаления, это не значит, что вдруг резко открылись какие-то обратные ворота по закону эрота, и теперь все потекло прямо, да, осталось только делать клизму по огоням, ну не работает это так, нет, не работает, хотя пищевая пауза это прекрасно, я за, приходится возвращать, ну лучше оставаться и со второй фазы по Широкову, мы это знаем, ну вот посмотрите, как здесь еще раз, да, как у людей получается может срабатывать, что вот в момент отсутствия пищевого вот субстрата идет вот прямо открытие как ворот, да, и все прямо вот оно будет вытекать, это хорошо, хорошо этим, это как бы для вот, ну без обид, те, кто собирает людей там на 10-6 дней полного комплексного очищения, на 21 день, да, там огонян, но, к сожалению, не работает это так, и это знают и мои пациенты, и я на себе знаю, да, вот это, скажем так, такая сказка, по которой можно было бы, получается, просто, ну, как бы, в общем-то, вообще оставаться на всеедении, особенно почитав книги Михаила Советова, там на нем и придется остаться, потому что энергии-то в мясе больше, вот, но будем при этом чистить, я поэтому всегда вот когда наблюдаю за людьми, которые уходят на какие-то эти жуткие чистки, особенно на сухие голодовки, и обратно потом выходят на еду, которая продолжает постепенно ухудшать состояние желчнокишечного тракта, как шлюза, и подавать туда эти метаболиты, и потом они опять выходят на вот эти ударные, да, методы, но они же не будут постоянно, только одну касторку теперь пить, нет, они потом опять возвращаются, и начинаю вот как бы это понимать, как здесь это работает у людей, потому что это, и вот здесь берут людей за то, что, ну, давайте за 10, давайте за 6 дней, давайте, ну, там, хотя бы за 3 недели, давайте вот вдруг резко все вычистим, а нужно, тут нужен системный все равно будет подход.